Покинская энергетическая неделя в 2024 году открылась особенным событием. Заложен фундамент сразу трех зеленых электростанций, которые открывают новую эру в азербайджанской энергетике. Их построит в Азербайджане компания «Маздар» из Объединенных Арабских Эмиратов. В церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль-Джабер. Это событие откликается на смену энергопредпочтений как среди потребителей, так и поставщиков. Азербайджан, страна, которая известна как экспортер нефти и газа, берет ориентир на зеленую энергетику. Заключаются договоры с крупными международными компаниями, специализирующимися на экологически чистой энергии из таких стран, как Китай, Италия, Германия, а также стран арабского мира. Соответствующие договоры с Маздар оговаривают строительство двух солнечных электростанций в Белесуваре мощностью 445 мегаватт и не в Челе мощностью 315 мегаватт. И еще один стратегический для отрасли объект – ветроэлектростанция в Городаре на обшироне мощностью 240 мегаватт. По данным Министерства энергетики, суммарный объем инвестиций в эти проекты оценивается в 1 миллиард долларов. Энергетическая неделя объединяет в себя три мероприятия. Это международная выставка Oil and Gas, международная выставка энергетика и зеленая энергия и, естественно, 29-й Бакинский энергетический форум. Я бы сказал, что данное мероприятие, энергетическая неделя, надо ожидать, во-первых, подписания новых контрактов именно с точки зрения развития зеленой энергетики. Я бы особенно уделил внимание именно этому, потому что в первую очередь сейчас идет у нас огромная работа именно по расширению возможностей Азербайджана и привлечению инвестиций именно с точки зрения развития зеленой энергетики. По традиции, Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики – нефть, газ, переработку, экспорт и, конечно, зеленую энергетику. Выступая на открытии, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что впервые выставка «Нефть и газ Каспия» была проведена в 1994 году и с тех пор играет очень важную роль в привлечении прямых иностранных инвестиций в энергосектор страны. За счет этого Азербайджан завоевал репутацию надежного поставщика энергоресурсов в европейские страны. Чтобы вы знаете, что мы уже являемся неким карантом энергетической безопасности Европы в определенной естественной части, и свидетельствием этому является Южный газовый коридор, ТАНАП, ТАП. И это, конечно, все еще актуально, и я думаю, что там тоже будут определенные продвижения, как всегда, потому что, честно говоря, в этом году количество участников даже больше, чем в предыдущие годы, и я думаю, что в этом плане тоже. Но все-таки я бы сделал бы упор на то, что именно в связи с нарастающей актуальностью именно возобновляемых источников энергии, я думаю, что больше упор будет сделан именно с точки зрения привлечения инвестиций, обсуждения возможности развития энергетического потенциала именно с точки зрения возобновляемых источников. 30 лет назад в Баку был подписан контракт века между 13 крупными компаниями, специализирующимися на добыче нефти, представляющими 8 государств. То был крупномасштабный международный контракт о совместной разработке трех нефтяных месторождений. Ввиду своей высокой значимости договор получил название «Контракт века» и дал старт новой экономической эпохе страны. В 2024 году энергетическая политика мира неуклонно меняется, а Азербайджан адаптируется под новые требования и уверенно принимает новые вызовы. Свидетельство тому – проведение КОБ-29 в Баку. Тем самым Азербайджан начинает для себя новую эпоху экономики.